здравствуйте друзья и гости канала мои садовые романцы с вами наталья а сегодня я в гостях у зинаиды афанасьевны очень приятно поделимся своими секретами своими способностями все что знаем спасибо я уверена что в вашем саду очень много растет интересных красивых растений полезных выращиваете овощей фруктов я знаю что вы большие друженики с мужем и уверена что нашим зрителям будет интересно побывать в гостях вашим садом антоновка десерт но вся в цвету а сколько я она ведь молодая или это она такая низкорослая семь лет слушай ну замечательно вот мне нравится когда яблони низкорослую вот когда не формировать то есть ваша хитрость это вы правильно формируете молодцы молодцы но это вы формировали сразу как она еще молодая была постоянно каждый год а это шелковицы 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 черная шелковица желтая видите все обстрижены они распустятся потом сухие обстригу они еще не цвели нет они прошли туда две зимы перезимовали они цветут когда пять лет через пять лет начинают три года осталось три года то есть они начинают плодоносит через пять лет ну какие вы это терпеливые скажем так это что запустились нет черешня черешня и плодоносит она только две зимы перезимовала дело в том что она самобесплодная поэтому ей нужен опылитель вы посадили два пылителя черешни посадили чкалово и черешня ревна это модная а собаку то вашу как звать так у красавиема тимочка тима 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 иди к нам покажись покажись ах ты красава . красавчик ну давай вот он где вот он где вот он такой красавчик вы друзья да вы друзья стим это а тебя как звать никита ну вот и познакомили а ну дам в лепихе нужно чтобы мальчик обязательно там внутри тоже яблоня вся в цвету не помню какая называется семеринка а вот это что такое огромные груши 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 это называется повисло и им уже 22 года и урожай так и есть да это слово это слово тут целый камаз с этих двух груш кого они как начинают сыпаться на вся земля засыпана верхушки мы на три метра пилили 3 на 4 какая высокорослая очень ну вот это у вас сад жизнь давно у вас заложить два года 22 года сада замечательно дина это что из-за яблонька тоже смотрю взросленькие на яблоки какие крупные средний зимние 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 большие замечательно наверно до весны понятно дети есть дети городские тем более дети деревья у нас спилены все уже смеялись и потому что были они просто огромные тут была тень страшная какая у вас чистота не травинки боже мой зиночка ну какие вы трудолюбивые ну как делать нет это это труд зина это труд а что это у вас в клеточках кролики ну сейчас кроликов пока нету я их не привезла а у меня есть маленький да что ты даже сказал что больше держать не будем ну приехал опять просит в деревне поймали там бегают кролики бездомные поймали опять это самое посадили в клетку и еще там одна кролила из деревни говорят вот еще привезем еще вам 10 штук а то есть вы из деревни возите да корчат но они бездомные жалко они по улице бегают а что ты они не начинают погибать и они их выбрасывают на улицу чтобы они как бы выживали понятно и они там естественно размножаются конечно боженьким посадил ее к себе там какой-то ларь что ли да за леток то нет да да вот и вот сейчас говорит забери пожалуйста игру ну стресс я не могу делать для кролихи пока она это сама месяц не исполнится крыльчатам а потом приедем здорово здорово ловить чтобы как вставать выходить мы уже не хотели держать вот из-за внуков хорошенькие 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 клетки просто здорово уже просто муж говорит я не хочу помещение будут жить уточки муларды муларды они мясные наверное да сказали мы первый раз их будем покупать покупали просто простых уточек для интереса подержали немного охотку сбили теперь решили другую породу племянница у нас возит просто закупает и возит и продает и нас заинтересовывает может бы сами то мы не не заинтересовались бы не задумались даже на это как-то неприседно но вот возьмите посмотрите тему-то закрыли к дима выходе вот чем у нас занимаются пенсионеры скучать некогда леночка какие-то помидорки любишь сажать то есть ты не помнишь высокорослые крупные специально для этих м для теплиц ты любишь сажать или ко мне уже помидорка ты посмотри какая красота а я увидела видишь как бычьи сердце красное бычьи сердце желтая малиновый желанный сарра какой-то сорт новый магнитогорск магнитогорск все рекламировал что у них очень хороший целые теплицы засаживают вон какой крупный или что он знаешь средний где-то средний грамм сто двадцать сто вот так 150 грамм но и огурчики уже очень хорошие не вытянуты прям здесь виктория здесь что посажено то есть такая овощная грядка получилась у вас это для того чтобы потом на это место викторию перебудите рада так вас на тепличка а здесь вас что такое вот под грядкой арбузы арбузики мухом скажу пожалуйста ты мне хочешь рассказать давай под да что ты да что ты очень хороший лук очень зелененький такой ты бабуль то помогаешь помогаешь молодец а что это а что это а мне кажется это редиска нет зиночка это редиска капуста вот это капуста зина это земляничка десертная сорт твоя любимая арбузик ничего себе как-то их много ты много подсаживаешь потом это я насыпала семена целая бесплатная а потом вытергаю да выкину все ясно штук пятнадцать это мои любимые да что ты мало сорт у нас черный желтый у него давал что да ты любишь у нас виктория фея 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 но она не ремонтантная по крайне нет 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 крупная очень крупная и сладкая красная такая вкусно ну вот подуши не пожалуйста приготовьте на ягодки надо помогать а потом уже ладно хорошо смородины смотрю вас как много прям кустов сколько раз два три четыре пять так сколько кустов то у вас там красные там красные черные всякие сорта богатый вас от богатый там смотрю виноград до коня понятно мы туда же не пойдем правда не пойдет так крыжовник еще пчелы работают на юрка у вас все есть все в саду есть все хорошо смотрю вот вот винограда тоже у вас очень много что вы с ним делаете с виноградом тоже все в деревню отвожу и все детям старые дети там есть такие дети многодетные по 5 детей по 6 детей все соберем и все отправляем детям мы ничего сами там практически у меня ничего что остается я все увожу деревне потому что мне их жалко очень детей пошло за деревне то мордвиновка мордвиновка там рядом с бабушкой живет такая что не пятеро детей как они бедны как выскочит когда мы приедем не знаю что это слива тут выросла просили у меня вот черноклодная альбина вся тоже цвет росточек твое но ты прямо все знаешь какой молодец вот подрастешь будешь помощничек да это разве трава так вот еще тут часть сада огорода что тут у вас сливы чернослива маньчжурский чернослив на одного подмерзла а вторая нормальная вишня уральская рубиновая виктории тоже вон какие хорошие грядки это ваш малинник хороший богатый а вот в первом ряду это ежевика рассказывайте что за ежевика у вас ежевика обычно в нашей русской селекции ежевика она колючая 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 но морозоустойчивая хорошо морозы выносит и ягоды очень сладкие это большое достоинство когда морозоустойчивые и сладкие ягоды гроздьями как укропа венчики такими они растут прям много-много как укроп венчик бывает укропа и они также вот но они расположены мелкие или они средние и не мелкие и не крупные смотря где растет если в тенечке растет она более крупная у нас на солнышке на конечно менее крупная но все равно зато она насыщена сладкая ежевика то ягода более вот она смотрю не такая раскидистая или вы очень раскидистая это я формирую ее на 5 же опять же все надо подстригать вовремя вовремя следить чтобы она потом выпустит большие такие большие как хвосты огромный коромыслом хвост выпускают их и верхушкой при пригибается к земле прирастает она части дает вы как бы этого не даете ну я не даю если кто-то попросит что нужно мне вот я как веточки 2-3 оставлю чтобы она приросла вот остался побегать хвостик вижу вижу прирост и он пошел расти маленький то есть это как интересно то есть это не сверху а снизу вот он да потом как раз а потом верхушкой прирост интерес на киеве размножаются ежевика она вот уже набирает цвет цвет набирает каждая культура так как бы свое свои у нее нюансы как правильно выращивать как за нее ухаживать это очень вкусно получается взбитая на блендере получается как бы как желе помораживаете или как я просто я же на блендере блендере с сахаром сбиваю в баночке в свежем виде храним. И кушаем в свежем виде. А, то есть она... Как мы засахаривали малину раньше, да? Да, да, да. Только это на блендере взбьется, и она получается... Да, 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 нежная. Ну, как желе. Да, 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 я поняла. Как желе, только крупное, прям как мармелад почти. Вот такое получается. Но дело в том, что преимущество в том, что это свежая. Да, конечно, не вареная. Все витаминки сохраняются. Всем очень, конечно, нравится. Ой, Зиночка, спасибо большое за такой интересный рассказ, за ваше приглашение. Очень много интересного. Огромная территория. Столько труда. Спасибо огромное. Спасибо.